МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости Каргату. В этом году 26-28 сентября состоялось ежегодное традиционное празднование День Института Конфуция. В этом году это своеобразное международное мероприятие проходило под девизом «Институт Конфуция на шелковом пути». Четыре года назад, 27 ноября 2012 года, состоялась торжественная церемония открытия Института Конфуция при нашем университете. На церемонии открытия присутствовали советник посольства Китайской Народной Республики и Республики Казахстан Чэньхунган, делегация из Университета Шихэдзи во главе с ректором Сян Бянчунь, а также представители Института Конфуция из Астаны, Алматы и Актюбинска. В этом году прибытие делегации Университета Шихэдзи на празднование дня основания Института Конфуция в Каргату состоялось 26 сентября. В этот день состоялась экскурсия по университету и чтение лекций на заданную тему госпожой Ли и другими. А 27 сентября в Центре Жастар Алем состоялось собрание и праздничный концерт с силами студентов Университета Шихэдзи и Каргату. Затем в холле первого корпуса вуза фестиваль искусств. Насыщенная программой фестиваля игра на традиционных китайских инструментах, песни, танцы, вырезание бумажных узоров, каллиография и ушу. В завершение праздника 28 сентября состоялся концерт в детском доме. Институт Конфуция при Каргату входит в глобальную сеть институтов Конфуция китайских культурно-образовательных центров по обучению языка и культуры Китая. В настоящее время в мире действует более 500 институтов и более 1000 классов института Конфуция в 137 странах и регионах мира. Таких институтов в Казахстане на сегодняшний день 4, и один из них у нас в Каргату. Завершился 6-й международный фестиваль архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии в городе Левкоша-Никосия в Ближневосточном университете Северного Кипра. Форум собрал на одной площадке лидеров данной отрасли и отметил лучшие студенческие проекты, а также показал свой потенциал по обмену профессиональными идеями и поддержке творческой молодежи Европы и Азии. Организаторами масштабного мероприятия стали Союз архитекторов и дизайнеров Казахстана, КАЗГАСА, Союз архитекторов и инженеров Тюркского мира, Турция. В работе фестиваля участвовали представители 50 вузов из 18 стран Центральной Азии, СНГ, Ближнего и Дальнего Зарубежья. Было рассмотрено свыше 250 дипломных проектов и магистерских диссертаций, показавших свой потенциал по обмену профессиональными идеями и поддержке творческой молодежи Европы и Азии. Карагандинскую школу архитекторов КАРГТУ представляла на фестивале в Никосии почетный архитектор Республики Казахстан, член Союза Союз архитекторов СССР и Республики Казахстан, доцент кафедры архитектуры, дизайна и прикладной механики Лебедев Сергей Алексеевич. Столь масштабному форуму на Кипре предшествовал республиканский смотр-конкурс дипломных проектов по архитектурно-строительным специальностям в городе Алматы КАСГОСА. Кафедра АД и ПМ Карагандинского государственного технического университета представила 4 работы выпускников 2016 года, 3 работы по архитектуре и 1 работу по строительным материалам и изделиям. По результатам республиканского и международного смотров-конкурсов было завоевано 11 наград различного уровня. Диплом первой степени, дипломная работа студента Верхотурова на тему высшей школы архитектуры в Караганде, руководитель Лебедев. Диплом третьей степени, дипломная работа студентки Райх на тему Центра культурного развития в городе Караганде, руководитель Маштакова. Диплом третьей степени, магистерская диссертация Русанова на тему исследования теплотехнических свойств новых изделий с использованием отходов промышленности, руководитель Байджанов. Сертификаты по результатам республиканского и международного конкурсов участников фестиваля получили наши студенты Верхотуров, Райх, Решетник, Русанова, руководители проектов Лебедев, Маштакова, Борисевия, Байджанов. 25 сентября в Астане состоялся международный фестиваль искусств «Ритм творчества», в котором участники творческого кружка «Эксклюзив» получили гран-при в номинации «Народный танец» за вклад в развитие танцевального искусства и популяризацию «Творчества народов Казахстана». Руководителю кружка Парпеевой Лауре Сагатовне вручен диплом лауреата степени номинации «Танцы народов мира». 22 сентября во дворце студентов Жастар Алимы состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню языков народов республики Казахстан, организованное кафедрой русского и иностранных языков. Ежегодно 22 сентября вся наша страна отмечает этот день как День языков народов Казахстана. Наш президент Нурсан Назарбаев поставил перед нами задачу говорить на трех языках – казахском, русском и английском. Единство языков, культур – это мощь суверенной республики, монолит, на котором можно строить будущее. В данном праздничном концерте приняли участие студенты первого и второго курса в Каргату. Организаторы мероприятия – преподаватели кафедры РИА Тунгушпаева Абахыт Калжановна и Изотова Айгером Сериковна. Почетным гостем была представитель посольства США, которая в течение этого года будет проводить занятия с бакалаврами и магистрантами КАРГТУ. В праздничную программу вошли песни на казахском, английском, корейском, французском языках, танцы народов мира. Каждый из музыкальных номеров зрители встречали аплодисментами. Все нации имеют неповторимую духовную и материальную культуру, свою историю, традиции, искусство. Не менее прекрасен и выразителен язык танца и музыки, язык музыкальных инструментов, которыми искусно пользовались наши талантливые студенты. Каждый язык – это целый мир. Язык – это живая душа народа, его радость, память и сокровища. Новое приходит через слово. Великая ценность человеческого общения теперь отмечена знаменательным днем в календаре 22 сентября, День языков Республики Казахстан. В основе многоционального праздника языков лежит идея, каждый язык – это часть духовного наследия всего человечества, а каждая культура – это бесценный вклад в мировую цивилизацию. На этом все. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова